Как улучшить работу мозга Одним из путей, способствующий достижению этой цели, насытить мозг витаминами и минералами, которых ему не хватает. Общеизвестно, что витамин Е улучшает работоспособность мозга. Многим в период экзаменов старшее поколение советует кушать побольше орехов и пить побольше воды. И правильно делают, ведь именно в орехах содержится витамин Е, который, как выяснили ученые, улучшает память. Также, этот витамин содержится в яйцах, коричневом рисе, листовых, зеленых овощах и семечках. Кстати, если говорить о семечках, то тыквенные семечки особенно полезны для улучшения состояния нервной системы, так как в них содержится цинк, который также, как и витамин Е, улучшает память и навык мышления. Горсть таких семечек в день – суточная норма цинка. Продолжая разговор о продуктах питания, улучшающих память, нельзя не упомянуть шалфей. У него уже давняя репутация в этой области. Все исследования подтверждают этот факт. В древние времена шалфеем окуривали помещение. Его запах успокаивает и позволяет сосредоточиться. А его масло, как и масло, семян льна – весьма ценный продукт для тех, кто избегает стресса. Следующий элемент – жирная рыба. Она, как и масло из грецких орехов, содержит в себе жизненно необходимые кислоты – омега-3, нехватка которых приводит к потере памяти и болезни Альцгеймера. Нужно помнить и о содержании йода в жирных видах рыб, который улучшает ясность ума и поддерживает организм в целом. Цельнозерновые. Если вы стали замечать, что заходите в комнату и не помните, зачем пришли, если не можете вспомнить имена знакомых, возможно, это не особенность вашей короткой или же девичьей памяти, а просто сигнал – пора менять питание. Крупы, отруби, роски пшеницы содержат в себе витамины В6 и В12, а также фолиевую кислоту. Исследования показывают, что женщинам, особенно в период беременности, особо важны эти витамины, ведь они не только поддерживают здоровье будущей матери, но и способствуют лаконичному развитию нервной системы ребеночка в ее утробе. Чаще употребляйте сухие завтраки, обогащенные витаминами. У людей, имеющих низкий уровень витамина В12 и фолиевой кислоты, в два раза больше шансов подвергнутся болезни Альцгеймера. Они предотвращают скапливание в организме гомоцистеина, уровень которого в разы выше у страдающих болезнью Альцгеймера. Сухие завтраки – богатый источник не только витаминов, но и сложных углеводов, которые дают заряд энергии на весь день и позволяют сосредоточиться в течение рабочего времени. Однако в современных сухих завтраках, которые продаются сегодня в большинстве магазинов, содержится много соли и сахара. Поэтому внимательно читайте информацию об этом на упаковках. Черника. Ее свойства давно известны. Так, например, в одном из журналов по неврологии было опубликовано исследование, проведенное университетом, вследствие которого было обнаружено, что экстракт черники восстанавливает способность вспомнить те или иные события пациентам с временной потерей памяти. Ко всему этому черника известна, как ягода, улучшающая зрение. Черная смородина хороша не только в период простуды, потому что в ней высокое содержание витамина С. Этот витамин улучшает живость ума. Завершая разговор о пище для ума, хотелось бы пару слов сказать о таких овощах, как брокколи и помидоры. В последних содержится ликопин, мощнейший антиоксидант. Существует множество научных подтверждений, свидетельствующих о том, что именно этот элемент ведет борьбу в нашем организме со свободными радикалами, которые повреждают клетки, приводят к раковым заболеваниям и вследствие гибели клеток мозга к слабоумию. Ну а брокколи содержит витамин К, который стимулирует познавательную функцию и улучшает работу мозга в целом. Хвала Аллаху, который дает нам пропитание изо дня в день. Но особо среди причин, ухудшающих память, богословы подчеркивают совершение грехов. Имам Аш-Шафи славился не только своей набожностью и знаниями, но и совершенной памятью. Его память была настолько хорошей, что по дороге на рынок ему приходилось затыкать уши, чтобы не запоминать чужие разговоры, не забивать память бесполезным. Чтобы выучить урок, ему было достаточно прочесть его всего один раз. Но как-то раз он не смог запомнить прочитанное с первого раза. Он пожаловался своему учителю, Бакию. Тот сказал имаму Аш-Шафи, что скорее всего причиной ухудшения памяти является совершенный им грех. После этого имам Аш-Шафи задумался над тем, какой грех он мог совершить. И тут вспомнил, что недавно увидел часть стопы посторонней женщины. Он тут же покаялся, и память снова стала, какой была. Для мусульманина важно стремление к получению знаний, а без крепкого здоровья это может стать не самой легкой задачей. Человека, имеющего искреннее намерение и упорство на пути Аллаха, мало что может остановить. Однако Аллах дал нам наше тело в пользование, и мы в ответе за то, как мы обращаемся с ними. Давайте же поможем нашему организму нормально функционировать, чтобы препятствий к получению полезных знаний и совершению большего количества благих дел становилось все меньше и меньше. «Получайте пищу для ума, не ту, которая опустится в ваш желудок, а ту, которая возвысит вас над мирскими проблемами и даст сил бороться с пороками человеческих душ». Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалам, говорил «Да не будет для меня благословленным восход солнца, того дня, в течение которого я бы не обогатился знанием, приближающим меня к Аллаху». Этот хадис должен стать девизом каждого человека. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Они важны для нас. Мир вам и вашему дому. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.